Как начать свое дело и какие бывают тонкости в налогообложении? Центр развития бизнеса завершил тренинг Азбука предпринимателя по различным программам обучения. Весь курс, а он длился пять дней, потенциальные начинающие предприниматели самостоятельно разрабатывали бизнес-планы и определяли его коммерческую эффективность. С теми, кто решил рискнуть, чтобы реализовать свою мечту, познакомилась Александра Литкова. Гульзида Юматова – одна из 14 участников, получивших сертификат о прохождении обучения в Центре развития бизнеса. В этом году она решила открыть мини-цех по переработке рыбы и рыбных отходов в Наринмаре. Дело для нее не новое, вот только с помещением пока не определилось. Закупка будет происходить у рыбаков, будут привозить на предприятие, будет заморозка, засолка, обработка рыбы и копчение, ялка, сушка. Реализовывать готовую продукцию бизнес-леди планируют оптом и в розницу, а в будущем и за пределы округа. Кроме мини-цеха по переработке рыбы, участники представили проекты по открытию в Наринмаре салона красоты, фермы, блинного кафе, школы иностранных языков, магазина конфет, визового центра, клуба виртуальной реальности, книжного кафе, студии дизайна, а также массажного салона. Последняя идея принадлежит Юлия Дзюба. Говорит, чтобы открыть салон, понадобится около полугода. Нам требуется небольшое помещение по санпинам, то есть до 12 квадратных метров, с местом для массажиста. Единственное, что требуется, аппарат для акварцевания, требования по обои моющиеся, либо плитка, сделать определенный ремонт. Основная цель тренинга – дать более полное представление о возможностях построения собственного дела. Участникам помогли определиться с выбором организационно-правовой формы ведения бизнеса и системы налогообложения, а также рассказали о вариантах его продвижения. Как считает бизнес-тренер Виктор Чуклин, один из плюсов участия в тренинге – это общение начинающих предпринимателей с более опытными. Данный тренинг дает посетителям, слушателям понятие, что вообще такое предпринимательство и бизнес в частности. В ходе этого тренинга рассмотрены основные аспекты составления бизнес-плана, бизнес-планирования, финансового планирования, маркетингового планирования. По итогам данного тренинга слушатели составляют свой собственный бизнес-план своего бизнеса. Ну, если, конечно, у них есть такая идея. Конечно же, тренинг рассчитан в первую очередь на тех, кто либо хочет, только думает о организации своего бизнеса, или это только начинающие предприниматели, которые только-только делают первые шаги. Заключительная часть образовательной программы – презентация бизнес-планов. После этого всем участникам вручили сертификаты о прохождении обучения. В будущем его наличие поможет в получении окружного гранта на развитие своего дела. В октябре в Центре развития бизнеса планируют провести тренинг уже для действующих ИП под названием «Школа предпринимательства».